Я всех приветствую. Камиль Чуваев. Мы находимся в центре Бердавида в Иерусалиме. Я являюсь членом команды, которая работает в этом центре и приезжаю сюда в качестве композитора, музыканта и педагога. У меня это радость, честь. Самое любимое занятие – это проводить время с детьми. Это называется диагогия. Это искусство терять время. То есть его приобретать теряя. Я приобрел нечто высшее, чем время с детьми. Я приобрел детей. А потерял я с большой пользой это время. То есть мы это даже не потеряем. То есть надо научиться его смотреть по истеканию. У Бердзина есть проблема длиннот, то есть отрывков, которые не входят в обычный временной процесс. Это рекуррентный, который нам на часах обозначается. А это происходят некие другие совершенно процессы. И они связаны впрямую с памятью и с воссоединением каких-то разъединенных вот этих вот в основном неврологических проблем у детей. Это через мозговых. У них все время разъединены полушария. А вот это занятие, которое мы предлагаем, оно является объединяющим. Поэтому я очень люблю тоже этим заниматься, потому что я стараюсь включить все в единый процесс и получать какую-то совершенно другую реальность. А дети после этого, они, во-первых, счастливые. Ну, кроме того, что я не знаю, насколько они за один сеанс могут излечиться, но они становятся другими, счастливыми и спокойными. Дать им откричаться, я с ними кричу иногда, пою, если они хотят петь, дать им свободное звукоизвлияние – это самое важное. И левый, правый полушарий, особенно у мальчиков, это очень большая проблема. Потому что у них разные связи нейронные у девочек и у мальчиков. Потому что у мальчиков они действуют вот так, они больше, по каждому полушарию между собой идут эти электроны. А у девочек они более, почему, кстати, меньше девочек-аутистов, считается. У них больше связи между, трансверсальных, между правым и левым. Все есть музыка, поэтому если поставить задачу восстановить единство, то музыка, она объединяет. Она вызывает к жизни память, потому что музыка – это совокупность муза, совокупность муза – это дочь памяти, то есть дочери памяти. А память – это то самое место, где эти дети, родившись, они как бы в конце такой длинной-длинной цепи своих предков, да, вот можно от них отчитать какое-то безумное количество поколений, может дойти там до первого человека или до пятиканторов, не знаю, авторопитека или человека Денисова, или до Адама. А это все так долго-долго шло, вот таким клином, и все вдруг сошлось на этом бедном ребенке, у которого еще родовая травма, ему там еще ствернули. И вот как бы он в себе заключает одновременно свое настоящее, то, что он есть, и вот всю эту совершенно чудовищную историческую нейрональную какую-то память, которую в нем в самом, в самом конце, вот в нем она отразилась. А музыка, она не является носителем ежесекундным, то есть она в звучании своем, она соединяет нас с вечностью, потому что она, вот то, что я говорил, она теряет время, она длится, она не является, это называется, ну она строительным процессом. Поэтому она восстанавливает связи, восстанавливает потерянные связи с прошлым и действует на будущее. Вот это мое личное убеждение. Поэтому музыка, она даже больше, чем лечит, музыка, она строит. А самое главное, это строительство ребенка. Мы знакомы с Давидом и с Юсефом лет, наверное, 10. Мы как-то так, у нас такие дружеские, братские отношения, и я знал, что он занимается этим, а он знал, что я музыкант. Я был просто поражен самим его, их, в общем, но сначала для меня это был Давид, то есть я не знал, что Юсефа имеет настолько чудотворные руки, и вообще, что от нее исходит вся эта вот сила лечебной медицины и такой недвижимого мотора, так называемого, по аристоте. Давид, значит, просто его убежденность в том, что это можно исправить, она меня просто поразила, потому что мир говорит, нет, это вообще бесполезно, аутизм это навсегда, и вот они придумывают какие-то... То есть в основном все происходит в каких-то центрах, где с ними проводят время, но, в общем, стараются какие-то протоколы делать медицинские, а тут просто человек поверил и решил доказать, что через строительство такого центра можно действительно и помочь, и вылечить этих детей. То есть можно воздействовать, наверное, на всех сто процентов, наверное, это невозможно со всеми сделать, но есть, я вдруг стал видеть совершенно невероятные вообще сдвиги у этих детей. Я просто преклоняюсь перед вот этой последовательностью этой семьи, которая все это создала, и вот теперь это уже просто даже невозможно ни к чему придраться. Субтитры создавал DimaTorzok